Лучше новых двух. Но привыкнем и будем на этом работать. Человек к всему привыкает. А к хорошему тем более быстрее. К новой машине Руслан Крючков привык всего за день. Неудивительно, ведь водителем троллейбуса он работает с начала 90-х. А в этом троллейбусе еще и делать практически ничего не надо. Только рули. За все отвечает компьютер. Машина не поедет, пока дверь не закроется. Внутри и снаружи камеры. Кондуктор здесь тоже по большей части просто смотрит. Пассажиры могут рассчитаться сами. Зашел мужчина спрашивает, я могу? Я говорю, конечно, подходим. Банковскую карту он приложил и оплатил. В телефон скачиваем приложение. Подходят, фотографируют. И мне показывают, там высвечивается билет, номер маршрута, время, число. Мелочки старинки дали, я билетик оторвала. Как и вам. Ну и терминал бабушек, транспортные карты. Удобно водителю, не хлопотно для кондуктора. А что для людей? Для пассажиров здесь климат-контроль, кондиционер и печка, кнопка маломобильных групп, чтобы водитель подольше постоял на остановке, и аппарель для людей с повышенными потребностями, и мам с колясками. Но люди в первую очередь отмечают чистоту. Конечно, удивился. Чисто, современно. Здорово. Троллейбус красивый, и кондуктор очень красивый. Так приятно ехать. Все удобства на лицо. Вот в этом троллейбусе первый раз. Впечатляет, комфортно, удобно. Какие ощущения? Мы рассматриваем побольше таких троллейбусов в городе. Резонное пожелание. Да вот только в ближайшие годы такие троллейбусы город вряд ли увидит. Хотя мог. Этот троллейбус – один из восьми, что краевые власти заказали заводу в Саратовской области. Но производство оказалось на грани банкротства, а директора подозревают во взятке. Контракт с ними краевой Минтранс разорвал. И сейчас ищет нового поставщика. Илья Филонов, Александр Тропин. Новости ТВК.